Смартфон Meizu MX4 Pro отличается от предыдущей модели Meizu MX4 увеличившимися размерами корпуса, экраном более высокого разрешения и наличием сканера отпечатков пальцев. Внешне MX4 Pro является точной копией MX4, за исключением размеров. Это всё тот же узнаваемый дизайн с обтекаемой пластиковой задней крышкой, скруглённой со всех сторон, и широким металлическим ободком по периметру. Металлический ободок и крышка выкрашены в один цвет и выглядят единым целым. За счёт нескользкого пластика и матовой поверхности боковой рамки смартфон надёжно удерживается в руке. Но из-за внушительных размеров корпуса и немалого веса держать устройство в одной руке некомфортно. Задняя крышка съёмная, под ней находится разъём для микросим-карты. На тыльной стороне располагается камера и двойная светодиодная вспышка. На лицевой стороне под экраном находится механическая аппаратная клавиша со встроенным сенсором отпечатков пальцев. Смартфон успешно распознаёт палец, поднесённый с любой стороны. Сканер можно использовать для разблокировки устройства по сканированию подушечки пальца, подтверждения платежей и блокировки любой из установленных в смартфоне программ. Сенсорные кнопки в нижней части лицевой стороны отсутствуют, и это неудобно. Над экраном находится фронтальная камера, разговорный динамик и датчик приближения и освещения. Индикатора событий у смартфона нет. На левой грани располагается кнопка регулировки громкости. На верхней – разъём для подключения проводной гарнитуры, а также кнопка питания и блокировки. На нижней грани находится разъём microUSB и решётка вызывного динамика. Смартфон не защищён от попадания внутрь влаги и пыли. Диагональ экрана, выполненного по технологии IPS, равна 5,5 дюйма, а разрешение – 2560х1536 пикселей. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отличную равномерность чёрного поля, высокую контрастность и приемлемый цветовой баланс. Это один из лучших экранов среди данного класса техники. В MX4 Pro используется отдельный аудиочип с усилителем. Основной динамик издаёт громкий, чистый на максимальном уровне громкости и в меру насыщенный низкими частотами звук. Для управления качеством звучания можно задействовать несколько различных профилей, в том числе и для работы с внешними аудиосистемами. Результаты тестирования звукового тракта с помощью измерительных приборов на максимальном уровне громкости получились удручающими. Искажения зашкаливали, но после уменьшения громкости ситуация сильно изменилась в лучшую сторону. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 5 Мп, а тыловая — 20,7 Мп. Тыловая камера оснащена автофокусом и сдвоенной разноцветной светодиодной вспышкой. Защита линзы осуществляется с помощью сапферового стекла. Помимо автоматического и ручного режимов съёмки доступны панорамные, портретные, ночной режимы, а также более специфические. В режиме «Фокус» уже на готовом снимке можно прикосновением к различным участкам менять фокус, поочерёдно фокусируясь на различных объектах. Камера получилась хорошей и подойдёт как для документальной, так и для художественной съёмки. MX4 Pro работает в сетях 2G и 3G, а также поддерживает сети четвёртого поколения LTE CAT 4. Имеется модуль NFC. Смартфон работает под управлением Android 4.4.4 и оснащён фирменным интерфейсом Flyme OS версии 4.1. Основная черта интерфейса — лаконичность. Иконки плоские, шрифты и картинки стали значительно крупнее и нагляднее. Меню настроек удобно скомпоновано. Пользоваться им интуитивно понятно и просто. Отдельного меню для приложений нет. Все установленные программы размещаются на рабочих столах. Смартфон оснащён. Однокристальные системы Samsung Exynos 5430. Тремя гигабайтами оперативной памяти и 16, 32 или 64 гигабайтами флэш-памяти. Поддержки карт памяти нет. MX4 Pro — это один из самых мощных и производительных смартфонов на текущий момент. Несъёмный аккумулятор ёмкостью 3350 мАч обеспечивает до 8 часов 40 минут автономной работы в режиме просмотра видео и до 3,5 часов в режиме 3D игр. Мэйцу MX4 Pro — качественный смартфон с отличным экраном, мощнейшей аппаратной начинкой, хорошей камерой, достойным набором модулей связи, удовлетворительным временем автономной работы и сканером отпечатков пальцев. Стоит он немного дешевле аналогичных устройств от других производителей, но лишён ряда полезных возможностей, в частности, разъёмы для карты памяти и защиты от влаги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова